Давайте просто вернемся в то время, 69-й год, 70-е, начало 70-х. Кто был у нас в радио, в телевизоре, в концертных залах, мы можем всех перечислить, когда попасть в одну руку, может быть, женщина, еще по месту. Но это академический вокал, это народный вокал, это в основном такой определенный излучение вокал. И вдруг в это время появляется вот такая вот ансамбль, даже не знаю, как в то время его звали, век все-таки по определению, когда не могло появиться определенного группа. Хотя цветы пока шли до этой первой пластинки, которая сделала взрыв в сознании, в стране. Они играли вокал, они играли и Хедрикса, и Ролик Стоунса, и Петло, поигрывали так в подвале, как все студенты. Москва кишела в ансамбле огромным количеством. Потому что это молодежная культура. Слава Богу, там были люди, которые на гитарах бренькали, в общем, из них выросли большие артисты потом. А группы цветов только повезли с тем, что была возможность где-то они выиграли конкурс и удаленно могли записаться пластинок на фирменной лоди. Действительно уникальный коллектив, когда у нас нет явно выраженного лидера на сцене. То есть мы каждый являемся лидером вокалист, лидером гитариста, лидером барабанщика. Вот она и вся группа, сплошная группа. Нет какого-то одного, которому все подыгрывают. Цветы берут материалы композитов, скажем, из конфетского, талу, стасу, песню. Ну попробуйте, знаете, я написал цикл песен, посвященных русской женщине, и вот пел Маслума Гамара эту песню. Либо она как-то прошла, но оказалась не очень замечена. Здесь глаза у цветов не было, я так улыбею. Ну, песня-то потрясающая, почему-то в исполнении Магамарова она не стала. Но когда их спели «Цветы», переработали с музыканты по-своему. Во-первых, они, значит, вложили сюда какие-то свои интеллектуальные, свою интеллектуальную собственность, свои творческие мысли. И тот материал, который попадал в руки группе «Цветы», все-таки на самом деле очень качественный. То есть мы говорим про поэзию, мы говорим про музыку, и исполнять эти песни. Вот я всегда говорю о том, что загадка потрясающая, потому что когда ты получишь эту песню, когда тебе 18, она тебе к лицу, эта песня. Когда тебе и 50, она тоже тебе к лицу. Это, в общем, уникальные вещи. То есть, в принципе, обычно какие-то возрастные. Сейчас мы, нам уже больше, чем 30, мы это уже не можем об этом петь. Погнали что-то другое. А тут нет. Получается, какие-то песни такие, все возрастные. Огромное же количество песен было написано. А осталось, иметь в виду тех, кто все помнит, любит и поют вместе с нами, ну, скажем так, процентов 30 здесь всего. Это нормальный творческий процесс в смысле, когда одни песни появляются на фоне тех, которые уже сейчас зарекомендовали хорошо, потом исчезают, другие появляются. Но было бы очень скучно, если бы сразу написали все, только бы это исполняли. У нас было много всяких проектов, и одноязычных, и этнических проектов вместе, совместных, и какой-то регги. Ну, в общем, все время шок происходит. Мы должны сами себя развлекать. Сама по себе работа, в таком случае, в следующем конце лет, она подняла планку, сознание творчества, потому что, конечно, эти песни, она была написана очень давно, о которой мы сейчас говорим. Группа была у нас, называется «Хобби». Может быть, поэтому она и не стала профессиональностью, так ее назвали. Автор Женя Хоган, Евгения Хоган, который был у нас паровозом, ну, вокруг него, собственно говоря, он был старше меня, и так же, что он был моим. Мы, короче, 10 лет провели вместе, это была настоящая группа, которая создавалась всем правилам создания группы, «Скодемическая среда», притирали друг друга, просто кожей. Но поначалу это было просто, ну, давай одну песню попробуем, где прошло, их сейчас уже 15. о том, что было предложение, что давай-нибудь сделаем презентацию этого проекта. И, конечно, если бы не работали в цветах, они бы никогда так были с удовольствием. Так как гранировые, бриллианты, просто вот, сам-то, кстати, алмаз, который мы нашли, сам по себе хороший, который мы играли, хорошо произвели, это стало, ну, и для песни стало по-другому. Какую песню спеть тебе, родная? Спи ночью, летой, как шесть часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова